Я скажу тоже некоторую преамбулу относительно книжки, потому что у книжки есть определенный исторический контекст. Она не первая, а вторая. У этого коллектива авторов тут обозначены три. Автора есть еще четвертый, который написал предисловие. Предисловие. И мы пять лет назад выпустили другую книжку, которая называется «После Виси», то есть после World Crisis, значит, «Мир после кризиса». Ее можно скачать по этому же адресу, там две книжки выложены. Так вот, та книжка была посвящена описанию глобальных прогнозных сценариев развития посткризисной ситуации, потому что она задумывалась практически в самый пик начала и развития глобального экономического кризиса, который уже тогда было понятно, что он не вполне экономический, а скорее даже экономико-политический, и который уже стало тогда ясно серьезнейшим образом переформатирует не только мировую экономику, но и другие более масштабные, в частности, политические процессы. Мы описали четыре, соответственно, сценария, они были ориентированы на разные схемы развития событий, но сценарий – это просто одна из возможных картин будущего, которая может реализоваться, может не реализоваться. Понятно, что в сценарном прогнозировании в строгом смысле не предполагается, что какой-то один конкретный сценарий реализуется в точном соответствии с тем, как он был написан. Но многие элементы из того, что мы описали, действительно случились за последние пять лет. И вот за последние пять лет стало ясно, что этот кризис был всего лишь прелюдией гораздо более масштабных процессов, как политических, так и экономических, которые на самом деле можно провести генетическую линию от тех процессов к тому, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке и на Украине в том числе. Потому что все, что мы сейчас наблюдаем, всего лишь феноменологическое отражение глобальной борьбы между крупнейшими геополитическими и геоэкономическими игроками за влияние, за будущее влияние в мире. И уже совершенно четко понятно, что Соединенные Штаты Америки избрали путь не совершенствования самого себя, а сделать так, чтобы свои основные геополитические и геоэкономические конкуренты выглядели и становились хуже, чем они. Потому что можно делать самому становиться лучше, а можно делать так, что другие становятся хуже. Это тоже, в общем-то, стратегия, которую можно реализовать. Что мы сейчас и видим? По сути, большая дуга нестабильности от Северной Африки через Ближний Восток и, собственно говоря, к Украине, это не что иное, как, по большому счету, дуга, которая вводит в нестабильность большую Европу, в частности, в плане просто физического ограничения потоков туда энергоносителей в виде нефтегаза из Ближнего Востока и из России. И, соответственно, для этой самой большой Европы, которая является культурным, цивилизационным, политическим мировым центром, становится, через какое-то время может стать просто физически невозможно генерировать что бы то ни было. Инновации, экономические продукты, форматы образа поведения и так далее. Если у вас нет базовой энергетики, у вас не работает все остальное, все остальные надстроечные структуры. И это американцы достаточно успешно сейчас реализуют. Мы, естественно, сопротивляемся, но мы, поскольку являемся несопоставимо более мелкими игроками на мировой арене, конечно, это нам удается с трудом. Но совершенно четко также ясно, что глобальная борьба будет не между Америкой и Европой, а между Америкой и Китаем, но это еще в достаточно длительной перспективе. Так вот, возвращаясь к формату того, что описано. В первой книге были описаны сценарии того, как могло все развиваться. Но сценарий это, конечно, замечательно. Мы также сделали рассылку представителям власти. Сценарий это просто описание того, что может быть, но не отвечает на вопрос, а что, собственно, делать. Что, собственно, делать. И вот, по большому счету, во второй книге мы перешли именно к этому формату. Почему? Потому что мы все так или иначе общаемся с различными представителями власти, особенно два других автора нашей книжки, которые общаются в Москве и на Северном Кавказе, и в других регионах непосредственно с достаточно высокого уровня представителями власти, и они обнаружили очень интересную особенность. У нашей элиты, у политической элиты, есть совершенно четкое осознание того, что кризис не закончился, и мы вообще живем в совершенно новых, принципиально новых условиях, и кризис будет в некотором смысле перманентный. То есть он будет перетекать из одной фазы в другую, и будет длиться еще много-много-много лет. Это они осознают. И наша первая книжка была вот в этой струе, и она там сыграла, может быть, какую-то маленькую роль в этом осознании этого простого факта. Но у них ощущается колоссальный, просто-таки катастрофический дефицит позитивных стратегий действий самих себя в данной ситуации. Они не знают, что делать. То есть вот они не сидят на различного рода ресурсах. Сергей в своей части дал хорошее определение элит. Элита – это человек, обладающий непропорционально большим по сравнению с остальной выборкой населения, каким бы то ни было ресурсом. Административным, управленческим, финансовым, экономическим, информационным и разные другие могут быть ресурсы. Вот эти вот люди, элиты, не знают, что делать. Они знают, что мир под угрозой. Мир, в котором они живут, под угрозой. И будет ситуация только ухудшаться. Но дети их там подрастают. Непонятно, куда их девать. В Лондон или оставлять в России, где будет безопаснее. В Лондоне могут экспроприировать их деньги, которые находятся, не дай бог, еще и за коррупционные дела какие-то посадят. Что им делать? У них огромный дефицит концептуального понимания позитивных не сценариев, а проектов развития того места, где они живут. Собственно, как его преобразовать из того, какой он сейчас, в то, чтобы он был безопасным, стабильно развивающимся и так далее. По большому счету, это основная мотивация создания этой книги. Потому что в этой книге, по крайней мере, две части из трех. Первые и последние ориентированы на позитивные стратегии, на проекты развития. Развитие страны, сообщества и так далее. Это, так сказать, общая конва. Итак, теперь, собственно, по существу. Сергей сказал достаточно хорошо по поводу своей части. Я в двух словах буквально скажу о своей. Все могут почитать, потому что у меня формат написания текста был принципиально другой. Если у Сергея он аналитический, аналитико-погностический, то у меня он художественно-публицистический. Я бы так сказал. Я бы пытался спроектировать мысленно и приложить на бумагу описание некой устойчивой, самоподдерживающейся структуры в рамках нашей страны, которая могла бы генерировать инновации в широком смысле этого слова. То есть инновации в самых разных областях. Технологические, экономические, научные и так далее. Поскольку описывать содержание полухудожного произведения достаточно глупо, поэтому я долго распространяться не буду. Скажу только об общей конве. То есть основная идея заключается в том, чтобы в рамках территории России создать некоторое количество квази-государственных анклавов, то есть территорий, серьезным образом ограниченных от остальной территории страны, грубо говоря, на территории этих анклавов не действуют основные базовые законы, регулирующие наше с вами поведение. Какие? Соответственно, законы Российской Федерации. Некоторые. Уголовный кодекс, как серьезнейший регулятор, ограничивающий противоправные наши притязания. И некоторые культурные, заложенные в нас воспитанием, образованием, средствами массовой информации и так далее, темы того, о чем мы постоянно думаем и что занимает наша мысль, время работы нашего сознания и так далее. То есть политика, религия, социальная агрессия в широком смысле слова. Ну, мне показалось, что я смог описать такие квази-сообщества, в котором вот этих вот вещей не то чтобы совсем нет, но они сведены до возможного гипотетического минимума. И главное условие, ну, может быть, не главное, это места, где нет денег и товарно-денежных отношений. То есть в некотором смысле это коммунистический рай. Технически это организовать достаточно несложно, потому что страна может немножко поднапрячься. И для некоторого количества людей, живущих на ограниченной территории, сделать так, что основные базовые материальные потребности у них будут удовлетворены. Ну, зачем? Если вот мы тут уже упоминали про Стургатских, если, значит, нашего пролетария обычного труда, значит, лишить необходимости заниматься ежедневно каким бы то ни было трудом, он не станет высокодуховным творческим существом, а будет весь день слоняться от алмазной распивочной, хрустальной закусочной. Поэтому то, что я сказал, является как бы минимально необходимым условием для чего-то иного. Для чего? Вот здесь вот я уже привел в книги некоторый элемент художественного вымысла, но, с другой стороны, он не противоречит никаким ни психологическим, ни социальным, ни историческим законам. Я предположил, что возможно создать такие сообщества, в котором основной целью существования людей и сообществ будет продуцирование инноваций. То есть, они таким образом будут функционировать, взаимодействовать друг с другом, что основной их мотивацией будет это создание нового, во взаимодействии друг с другом, продуцировать новое в самом широком смысле слова, которое затем, это новое, будет потом трансформироваться до уровня технологий, распространения на рынке и так далее. Это я постарался описать. В общем-то, все мы, наверное, здесь присутствующие, участвовали в такой процедуре, как мозговой штурм, и знаем, что в какое-то время определенное сообщество людей может существенно большую часть своих психических ресурсов ориентировать и таким образом, чтобы у нас изнутри каким-то образом появляется что-то, какое-то новое содержание. Ну, там в мозговом штурме нет гарантии, что это будет действительно новое, действительно полезное для той цели, для чего это делается, но, тем не менее, у многих из нас есть такой опыт. Когда мы находимся в активной фазе мозгового штурма, мы действительно, между нами происходит некое переопыление идей, каждое слово другого человека вызывает каскадное наращение ассоциативных связей, значит, из них мы выбираем лучшие, и агрессия в этой социальной среде соединена к минимуму, и мы таким образом вот в этой маленькой среде продуцируем некие новые содержания, смыслы, идеи, теории и так далее. Я предположил, что это можно сделать на более широких, так сказать, группах людей и пролонгировать это дело во времени. В художественной, в полухудожественной форме, это описано, собственно говоря, в моей части книжки, поэтому каждый из вас может с этим ознакомиться. В дальнейшем я просто не вижу смысла описывать детально содержание текста, который я написал. Если у вас есть вопросы по сказанному, то я постараюсь на них ответить. То есть вы хотите сказать, что нужно для того, чтобы что-то родилось новое, нужно создать некую руду хаус, да, какой-то предварительно? Почему? Ну, потому что это какие-то законы отменить, да, даже уголовные зачем-то там. То есть нужен хаус, какой-то дикий запад такой, что-то... Нет, а, да, я забыл еще об одном условии. Дело в том, что, естественно, людей туда надо отбирать не обо кого, а обладающих определенным набором психологических и интеллектуальных характеристик. Низкой социальной агрессии, высоким интеллектом, естественно, и некоторыми другими характеристиками. Я по образованию психолог, поэтому, ну, я не то чтобы совершенно точно знал, о чем пишу, но, по крайней мере, у меня имел право делать обоснованные предположения о возможности существования такого рода сообществ и относительно их, значит, устойчивости и само... как бы, возможности самоподдержания устойчивых социальных процессов в них. То есть это не хаос, это не хаос. Так эти люди, которые придут, у них будет структура уже какая-то, общество, ну, в голове, да, реальность ведь состоит из того, как мы ее воспринимаем. Они придут из того общества, в котором живут, а именно вот... Детей надо отбирать. Блад, я вот просто, я так читал, могу сказать, что это очень похоже вот на концепцию Урусо, там, такого чистого человека, и чем-то мне напомнило концепцию сорок пятого интерната, но более, может быть, углубленного, так что вот вы большинство присутствующих... Ну, только единственное, сорок пятый интернат все-таки это люди на какое-то время своей жизни, там, в течение дня, помещаются в определенную среду. Они там жили, они полностью там жили. А, да? Ну, это интернат. А, хорошо. Ну, так или иначе, я все-таки попытался описать вот это вот, еще раз хочу подчеркнуть, устойчивое и самоподдерживающееся. Мне кажется, что это создает... Ну, а, еще очень важное измещение. Дело в том, что, по большому счету, формат текста – это утопия. Утопия, ну, в современном общественном сознании жанр утопии практически не используется, и он вытеснен... Ну, то есть, основная функция утопии – это показать, значит, интерносительно-интеллигентность среде части общества, возможные лучшие формы организации этого самого общества. Сейчас не существует. Почему? Потому что заменено, с одной стороны, научными прогнозами, но прогнозы не обладают свойством художественной достоверности, не описывают, как бы, мир в целом. Мир в целом. Вот. Органичный и законченный. А, с другой стороны, заменено различными общедоступными широкими формами описания фантастики, соответственно, книги, кинофильмы про будущее, там, и так далее, но это для плебса, для широких масс. А вот прослойка между этим и этим у нас практически не используется. Я, поскольку у нас целевая аудитория книжки, все-таки, это элита, потому что книга – это элит, это для элит и о элитах, потому что мы будем делать целевую рассылку, поэтому и избрал такой вот достаточно редкий формат. Ну, сразу второй естественный вопрос. Вот вы говорили, что об эволюции, и что вот в эволюции, что какие-то там одни формы сохраняются, и потом они, так сказать, даже высшими формами, высших формах присутствуют. Это универсальный закон очень многих средств. Да, но когда вы хотите искусственно создать какие-то анклавы, это не эволюция, это нечто другое. Нет, подождите, я про эволюцию говорил, это вот про часть Сергея. Дело в том, что проектов будущего может быть много. У Сергея один проект будущего, а у меня совсем другой, существенно отличающийся от его. Нет, просто моя мысль в другом состоянии. Моя мысль состоит в том, что так, как мы живем на этой территории, это не потому, что мы так хотим жить, это потому, что иначе было не устроиться. Это как бы вот некого рода мы эволюционировали до той формы, в которой живем. Дело в том, что… Сурокий климат, широкая территория, какой-то менталитет, наверное. Сурокий климат и на широкой территории живут и лапланцы, эскимосы и так далее, но они не создали ни великой культуры, ни великой технологической цивилизации. Просто так состоит, что мы живем там, как можем жить. Нет, вы говорите о животных. Мы отличаемся от животных. Мы отличаемся, конечно. Люди отличаются от животных, потому что мы можем сознательно планировать и проектировать свое будущее. Мы способны до определенных пределов менять свое поведение и строить их исходя из своих идеалов, целей, ценностей и так далее. Просто не получится ли так, что вот этот анклавы будут жить за счет всех других? Знаете, как бывает? Будут какие-то выделенные люди, самые лучшие, они будут потреблять ресурсы всего общества. Нет, не всего. Там приводятся достаточно грубые прикидки, исходя из того, что написано. Эти структуры могут выйти на окупаемость, самоокупаемость, соответственно, уже приносить прибыль для нашего государства в виде просто монетизации своей деятельности. Там в районе второго десятка, ближе к концу второго десятка. Но отелок Сколково. Такая же структура. Сколково. В чем замещание? А не получается ли так, что любая такая структура, это у нас будет просто осуществление определенного вида нового видов воровства? И не потому, что люди могут придут туда совершенно честные. Дело в том, что если исходить из этой установки, то все, что может быть создано в нашей стране, не имеет никакого смысла, потому что все может продуцировать воровство, попил денег, а на покаре. Исходя из этого, не надо ничего делать вообще. Но это не продуктивная стратегия. Нет, 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 не так. Все, что может быть сделано элитами, будет воровством, коррупцией и неэффективностью. Тогда можно сесть в мире сразу. Вы адрескуйтесь. Почему? Потому что. А какой смысл вообще, что бы то ни было делать, если все украдут, увезут за рубеж и так далее? Смысл вообще трепыхаться? Вы рассматриваете, это уже антология. Вы рассматриваете ресурсом только исключительно деньги, средства, да? Нет. Наоборот. То есть, если у нас не будет денег и денег, мы пропадем, нет? Что? Если не будет у нас элиты денег, мы пропадем? Без элит, безусловно, мы пропадем. Это 100% не будет. А может, наоборот? Нет, нет. Нет ни одной страны, которая занимала бы заметную роль в мировой истории без элит. Никто без элит у нас существует. Вы понимаете по-разному. Вы по-разному понимаете темно элиты. Я дал достаточно широкое определение элиты. У нас есть, но они очень слабые. Это те, у которых обладают каких-то много ресурсов. Нет, а чем они обладают? У Дерипаски аксивов там что-то на 20 миллиардов долларов. А у нас с вами сколько? У нас здесь. Ну вот, то есть он в милости вообще... Я думаю, надо на следующий штурм пригласить Дерипаску. Ну я хотел Владимира Путина пригласить на следующий штурм. В тебя за. Приглашайте. Я тоже... Они вместе не придут. Ну на две разных встречи, Игорь. На две разных. Приглашайте. Наоборот, может, интересно им будет встретиться вместе. У нас элиты-то глагранцы. У них нет ничего. Они беднее вот любого присутствующего здесь. Если они остановят свой бизнес, к ним прибегут кредиторы... Я напомню, что Соединенные Штаты Америки должны всему миру 17,5 триллионов долларов и при этом являются наиболее сильными во всех практически отношениях страной мира, кроме, значит, нетленных художественных произведений. И они долгов имеют больше, чем ВВП на 15%. Сейчас, Денис, сейчас я скажу ситуацию в общем. Вы имеете в виду, прежде всего, финансовые и промышленные элиты, а у Дениса в произведении... Ведь элиты не только промышленные, они могут быть интеллектуальные, они могут быть литературные, там, артистические какие-то. У Дениса это, прежде всего, творческая и научная элита. Я утопическую мысль, Владу и Евгению, то есть, Влад, вдруг какой-то действительно из элит вместо клуба футбольного возьмется за этот проект. Денег хватит. Мне хватит. То есть, он будет красть у себя эти деньги. То есть, он крадет у себя в клубе футбольного, не крадет. Это посылается фабрикой. И, опять же, будет ли считаться он элитой, если он это сделает? Будет считаться элитой, вот, как бы, на этой рассчитанной, утопической, говоря. Я могу, да, я хочу сказать, что когда я вот к своему вопросу сейчас добавлю, то есть, это называется фабрикой мысли, когда я вот к своей части готовился, я посмотрел мировые фабрики мысли. Вот примерно, как мы там от Америки в 250 раз отстаем по технологическому влиянию, по количеству фабрик мысли мы отстаем, ну, там, может быть, не в 200, потому что там самые известные, там, ну, в 100 раз точно отстаем. В 500. У нас в 500, я тоже смотрел. Ну, да, там можно, там, ну, то есть, у них огромное количество аналитических бюро, которые создают прогнозы и планы действий, там, разной степени осмысленности. И у них есть возможность. Да, да, у них называется фингтангер. Ну, я бы вот единственное, что с Сергеем не вполне согласен в соотношении влияния, потому что, если говорить о структуре ВВП, то есть, о всем продукте, который производится на территории нашей страны, там, продукции и услуг, то в структуре ВВП в нашей примерно от третьи процента до половины может считаться высокотехнологичной продукцией. До полупроцента. До полупроцента, да. В Соединенных Штатах Америки таковой может считаться до 20 процентов, поэтому не в 250 все-таки раз, там... Нет, 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 в 40, ну вот в 40, примерно в 40. У них можно да больше. 10 раз больше. Значит, по поводу ВВП, у нас сейчас экономисты есть в аудитории? Ну и будет в 400, да. Нет, нет, есть в 50 раз, я примерно так и считал. Дело в том, что в Америке используется очень много хитроумных способов накрутки своего ВВП, там, гидронистические коэффициенты различные, занижение систематического дефлятора и разные другие. Их ВВП, то есть, если применить к нашему ВВП те же самые методики, то легко в 1,5, в 1,7 раз... Денис, еще раз, там кроме доли высокотехнологической продукции в ВВП, а я могу сказать, что в Китае она еще больше, чем в Америке, а важно, чтобы продукция... Сейчас, подожди, я просто смотрю, там посчитано для всех стран. Важно, чтобы продукция была основана на собственных разработках. И вот это вот и было посчитано. То есть, если американские разработки воплощаются в их продукцию, то у нас вот этого соотношения нет. Наши разработки либо не воплощаются в продукцию, либо продукция делается не на наших рынках. Да, безусловно. Я так подозреваю, что лет через 30 окажется, что вся более-менее технологичная продукция все равно сделана в Китае, и некоторые закладки в прошивке, в программное обеспечение и так далее, сделаны в Китае, будут разным хитрым образом фоново влиять на нашу с вами жизнь. Поэтому хоть и изобретение в Китае, сделали и модифицировали в Китае. Ну, ладно, если есть какие-то вопросы... У меня, наверное, вопрос... Я сейчас задам. Сейчас вот у меня возникло... Так как я читал, да, вот, единственный, наверное, из присутствующих... Я читал, я не знаю, Володя, я не прочитал? Нет, 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 потому что Володя я высылал, так сказать, тексты. Вот, у меня вопрос, наверное, возник... Ну, там воровство, ладно, все это я бы откинул. Я бы... Там, значит, о чем там речь? Там, значит, чем-то такие вот закрытые, ну, можно сказать, интернаты, да, куда берут молодых дарования, их воспитывают и потом выпускают обратно в мир. Ну да, полдень, 23 век, да. Вот, вопрос у меня следующий, насколько они окажутся, который там возник, он такой практический, насколько они окажутся эффективны, то есть проведя, допустим, 5-7 лет в таких достаточных идеалистических условиях, да, они возвращаются потом, в общем-то, в совершенно непредназначенные для потребления такого людей мира со своими, в общем-то, ну, горящими сердцами, да. То есть я могу сказать, что вот, так как я товарищей знаю, и вот 45-й интернат посещал сам, и я понимаю, насколько для меня был шок, там, допустим, на втором курсе университета, вот, все мы в такой, примерно, системе были, и потом эта перестройка, да, и это безумный бюджетизм. Я двумя строчками, как бы, пишу, тут две мысли. Во-первых, действительно, проблемы психологической адаптации будут, и на последних годах, так сказать, пребывания их будут специфические процедуры адаптации их к реальному миру. Действительно, они живут в идеалистическом мире и мало контактируют с реальным миром. Я об этом пишу, что необходимо соответствующие процедуры разрабатывать. Ну, то есть, как бы, в некотором смысле, стажировка в реальный мир на последних годах их пребывания, как бы, в неополисах. Собственно, эту территорию я назвал неополисами. Значит, с одной стороны, а с другой стороны, у нас в нашей культурной среде сейчас явный дефицит социальных героев. То есть, позитивных социальных героев. То есть, кого мы сейчас воспринимаем как героев, да? Их очень мало, на самом деле. Не, ни в коем случае. Не, ни в коем случае. Ну, то есть, вот, Дима Билан для некоторой доли населения, да, совершенно верно. Вот, помните, какой был всплеск среди, значит, образованной аудитории после феномена Перельмана, Григория Перельмана, который своим, так сказать, очень хитрым, ну, не хитрым, а неожиданным для всех поступком, когда он отказался от миллиона долларов, доказав, там, теорему Панкара, да, насколько я помню, потряс, в общем-то, потряс некоторую часть образованной аудитории. И вот он действительно стал героем, почти мифическим, почти легендарным, потому что, хоть он живет у нас с нами... Он не стал героем, он стал просто, я же скажу, кем он стал. Он стал российским дурачком. Ничего подобного, не согласен. С российским деревянским дурачком. Если бы он был доступен для СМИ, он действительно... Который взял, взял, отказался от миллиона долларов. И у него до сих пор, вот, он в этом статусе деревянского дурачка и пребывает. Хорошо, окей, но я все приправил уже мысль. То есть, явный дефицит героев. Так вот, эти люди, которые за время пребывания в неополисах будут продуцировать достаточно большое количество инноваций, они могут стать неким новым классом элиты, то есть людьми, на которые будут ориентироваться в обществе. Туда будут приезжать, естественно, СМИ, там, брать с ними интервью и так далее. А социально справедливость почему? Не социально справедливость, а Джорджик Джобсон. Причем тут социально справедливость? Может, вы хотите набрать детей, правильно? А почему одни дети годные, а другие нет? А так природа распределилась. У кого-то есть интеллект и социальная агрессия, а у кого-то нет. На самом деле это мусленицы. Люди не равны по природе. Это совершенно... Хочу сказать, что если их выпустят из этой, из какой-то там супер-школы, все они будут такие замечательные, если они будут лишены ресурсов, то есть ничего не получится. А любые материальные, столков, которые на них могут работать, людей, которые... Кратенько скажу, я отвечаю на этот вопрос. Я не буду говорить как. Отвечаю на этот вопрос. Еще я хочу заметить, потому что такие эксперименты были. Вот у нас отсутствует сегодня Александр Сергеевич Борозов, который закончился в 65-м интернате в 68-м году. Он учился в классе, где была представлена вся сборная страны по математике. Из них никто не состоялся вообще никак. Ни как ученый, ни как человек. Кто-то начали петь, кто-то умер в 31 год и так далее. Вот это его... Процесс состоялся. Процесс состоялся. Итак, поскольку это был единичный феномен, практически это не была система, которая создана по всей стране, действительно... Система была. Система по всей стране. Ну где же система, если ты говоришь, что их всего было как бы... То есть они не создавали социальные среды в своей единстве. Я же предлагаю создать... Существом создавал социальную среду, да. Это была программа общего субъекта. Нет, нет, для всех коммунодов... С собой мы не общались, по крайней мере. Это крутейшее. Я предполагаю, что вот эту вот систему неополисов, которую я предлагаю, можно включить в производственные процессы в широком смысле слова. В широком смысле слова. То есть продуцированные инновации, затем, естественно, производство... Я хочу сказать, что народный опыт так может делать, но ты, если мы их забросим в раннее феодальное общество, в отличие от Янки, от короля Артура, да, то все, что они смогут научиться, это более-менее неплохо сажать картошку. Тогда раскрою еще тайну одной обратной связи. Итак, поскольку, значит, согласно моей системе, туда надо отбирать людей с низкой, так называемой, социальной агрессией, значит, это непременные условия для успешного функционирования этих закрытых локальных сообществ. Я предлагаю систему обратной связи по воспитанию общества для того, чтобы... Поскольку вот эти вот неополисы могут рассматриваться как один из эффективных механизмов социального лифта. То есть, если ребенок туда попадает, то, ну, по условия моей реальности в книге, то он с неизбежностью, неизбежно становится достаточно обеспеченным материально, его с неизбежностью после того, как он покинет науполис, возьмут в крупную корпорацию или там на достаточно хорошее место. То есть, если ребенок туда попадает, это он обеспечен наверняка. Значит, родители вынуждены будут думать, каким образом туда отправить ребенка. Но, сейчас я закончу ответ. Поскольку необходимым условием является низкий уровень социальной агрессии, который на самом деле является продуктом отношений в семье, то и я предлагаю, чтобы эта вещь социальной агрессии детектировалась в средней школе, в обычной, каждый год. Соответственно, каждый родитель будет видеть, какой уровень социальной агрессивности его ребенок демонстрирует каждый год. Если он вот такой вот вышел за пределы, это значит, что в семье что-то не так. Это значит, что если ты, родитель, хочешь, чтобы ребенок свой получил шанс попасть в неополис, то есть, ты должен вести себя... Наоборот. Ты должен вести себя со своей женой. Он должен вести себя, а это ухлама. Нет, нет. Это, ну, я психолог по образованию, поэтому, как бы, у меня другая... Нет, ну, это не совсем верно называются. Социальная агрессия... Социальная агрессия, может, не понять. Социальная агрессия, это семья, школа и... Базовый институт все-таки семья. Базовый институт семья. Можно маленькое замечание? Фильм «Гадтака» есть такой. Да. Там как раз совершенное общество, и определяет способности по тому, что вот кровь берут, как бы, там... Да, и, в принципе, это вроде все справедливо. Да, один родился, как бы, он... Дело в том, что, чтобы снять успешный голливудский фильм, он должен быть проблемным. Никто не будет снимать хороший фильм про хорошее успешное общество. Я просто скажу тему, тему самому задумываю. Да, я знаю, знаю, да. И вот там вот человек есть, который хочет летать, да, но он не может по своей способности. Что ему делать? Он просто мусор человеческий, он брошен там, да? Я об этом не говорю. Дело в том, что все остальные, которые не попали в неополис, могут точно так же, как в современном российском обществе, идти по своей жизненной траектории, как и сейчас. Никто не является мусором, у всех есть... Не замечательно, что мы на самом деле, знаете, как живем? Что мы живем, чтобы у соседа было плохо. И пускай у меня тоже будет плохо, но чтобы сосед не лучше жил. У нас мы практически всегда пытаемся выровнять. Вы уже хотите, чтобы я в своей книге ответил практически на все проблемы российского общества. Вопрос, вопрос. Я хочу за ним предложить. Мы не очень понимаем, что такое социальная агрессия тогда. Что это происходит? Хорошо, на самом деле это искусственный конструктор, который я придумал. Социальная агрессия – это некая мера внутренней ментальной энергии, которую человек реализует не в агрессивных действиях, в широком смысле агрессивных действиях относительно других людей, которые его окружают, а в некотором смысле ментальная сублимация. То есть трансформирует все формы внутренней работы. Интеллектуальной, творческой, мыслительной, думательной и так далее. Я как психолог придумал этот конструктор, хотя аналоги я консультировал со специалистами, из чего состоит эта самая социальная агрессия, они есть. Ну, к русским вообще, насколько применима психология и психиатрия? А они что, мессиане, что ли? Нет, Александр Эдкин, да, вот книга «Хлыстон» там описывает. Скорческие, хлыстовские общины. Вообще наличие у русских секты скобцов, прежде всего, отрицает начисто. А это, кстати, хорошая идея, потому что тогда я могу вашу идею неополисов еще расширить, исходя из опыта этих секты скобцов. Причем полезно, чтобы понизить у них социальную агрессию, их надо кострелок, помещения в такое значительное. Значит, сексуальная энергия – это очень мощная энергия, безусловно. А то есть нельзя что-то к кострелок? Нет, почему? Ну, было бы... Ладно, ну, я продолжил. И там напрямую, там утверждает, ну, наверное, известна, да, книга? Я не читал. Хлыст, Александр. Ну, заниматься, это, политтехнологиями не читать. Да все, мы всякую муру не читаем. Ну, как бы. Ну, так. Ну, как раз, да. Александр Эдкин, он утверждает, что русские чем отличаются? А Фрейд утверждает, что нами управляет Эрос, да? А факт наличия в русской среде, ну, когда-то это было, институт из общества, но он отрицает вообще начисто фрейдизм есть. И психология... А сколько людей находится в рамках института скопчества находилось? А вот это очень важно. Нет, главное, сколько сейчас он находится. Произведение Александра Пушкина... Сказка. С Саре Солдане. Кто-нибудь из здесь присутствующих знаком хоть с одним скопцом? Нет, я не знаком. Не, ну, дело в том, что... А Александр Пушкин написал, да, и данного архетипа. На основе, да, на основе реальных событий, вот, встречи Кондратья Селиванова с Павлом Первым, он написал сказку о Золотом Петербурге. Мне просто кажется, это совершенно неактуально в данной ситуации. У нас нету, вот, в сегодняшней реальности нету соответствующих, вот, нету соответствующего социального феномена. У нас отсутствует. Да, да, Александр, давайте будем работать. Мне показалась очень сомнительной самая первая посылка. Что никогда ничего в мире не создавалось путем мозгового штурма. Все эксперименты с мозговым штурмом, это просто вот ну, эксперименты. И все, что создавалось, создавалось индивидуумами. Одними, конкретными, с одной фамилией. И где, возможно, он сидел просто дома, где не было возможности, где коллектив, создавался под него коллектив, но все равно он один управлял этим. И откуда этот человек взялся? Совершенно случайно. То есть нет такой вот закономерности, что вот их можно воспитывать, этих людей, творцов. Я совершенно не согласен. Дело в том, что большинство сегодня в современном мире технологических открытий совершаются практически в режиме конвейера. Никакими не индивидуумами, а научными, творческими, и даже производственными коллективами в корпоративных лабораториях. Мы не знаем тех времен людей, которые этого делают. Во-первых, здесь это не совершается в режиме мозгового штурма. Все равно. Это все равно приходит к конкретному человеку в голову, а не работа в коллективе. Это не то, что давайте мы соберемся и вот сейчас выдумаем вот этот гаджет и вот тут решение. Решение приходит к конкретному человеку. Я использовал только для того, чтобы упомянуть, скорее всего, известную всем здесь присутствующим процедуру. Но дело в том, что есть гораздо более сложные процедуры активизации и, значит, модификации творческого мышления. Вот, например, тоже мозговой реактор и некоторые модификаторы. Знание вариантов. Знание вариантов. Ноль на выходе. Ноль. Ну как ноль? Ну нет, мы знаем, что он есть. Какие проблемы решены, какие изобретения, какие открытия, как что-то. Мы все равно называем от конкретного человека. Альчулеровская система? Тоже медвединая. Ноль. Сам Сонг вообще внедрил. Ноль. Да вы что? Трис ноль. Это точно сон. Это ноль. Я вот знаю, что в корпорации совсем. Это основной механизм продукции. Они действительно как некоторую методологию, некоторые опросники, некоторые карточки, там все, то есть есть какая-то методология. Но она все равно не дает преимущества относительно просто другого человека. То есть это хороший метод, это полезный. Человек, сидящий в гараже, ничего не придумает сам по себе вне общества. Нет. Не придумает. Я не про это говорю. Сейчас как мы вернемся. Такая естественная мысль рождается в голове конкретного человека. Так это естественно. На нем уходится вот тут. Павел Ставец, давайте продолжим. Продолжим. Я хочу соединить два доклада. Зачем людей собирать вместе, если есть сеть? Если есть возможность поиска человека? Зачем людям идти на свидание, встречаться, целоваться под луной? Могу объяснить, если не знаете, если есть сеть? Если будут скоро костюмы, которые будут в виртуальном сессии, если вам непонятно. Нет. Вот есть существенная разница между очным общением. Мы бы смогли с вами сейчас в чате поболтать. И тем не менее есть существенное различие, да? Да. Если, скажем, человек привык вот в вашем коллективе таком очень дистиллированном общаться, то он в другом коллективе не будет общаться. Не будет. Я вот здесь впервые присутствую. Я с вами никогда раньше не общался. Тем не менее у нас происходит коммуникация. Но вы не были воспитаны в водичке? А что такое дистиллированное? А вот в вашем коллективе, который вы предлагаете. Ну, я еще раз. Если я могу, можно я сейчас добавлю? Вот то, о чем говорил Денис, на самом деле уже в некотором смысле реализовано, по крайней мере, на Западе. Есть элитные высшие государственные учреждения, куда попасть очень сложно. И родители тех детей, которые они хотят туда отправить, делают все возможное. То есть вот есть система воспитания, они попадают в Кембридж. Стоп, стоп, стоп. Я отвечаю. Они, которые потом управляют корпорацией. Все правильно. Но они ничем, эти учреждения, не юридически, не организационно не отличаются от соседнего университета. Только в соседние университеты не идут. И отсюда люди, которые выходят из университета. Они туда не попадают, кроме как мощь. Давайте создавать элитные университеты, вкладывать деньги в лаборатории, преподаватели и все прочее. А не создавать некие анклавы. Так нет, просто это, опять же, уроки отрированных детей собирать им. Отвечу следующим образом. Дело в том, что теперь, возвращаясь к началу с моего доклада, Россия стоит перед большим количеством вызовов. Вызовов, на которые она раньше в истории не отвечала. Об этом, кстати, вторая часть книжки Александра Серовина. Мы, вообще, весь мир стоит на переломе своего развития. Будет много кризисов, самых разных. Мы будем воспринимать эти кризисы как экономические кризисы, как войны и так далее. И вот сегодня Россия, я считаю, чтобы перешагнуть, сделать два шага, перешагнуть некоторый этап развития и догнать, в конце концов, мировой авангард современной цивилизации, должна предъявить миру альтернативный проект. Снова создавать Силиконовую долину или снова создавать университет, который уже создан был в 15 веке, нет смысла. Это уже создано. Надо создавать что-то принципиально новое, то, чего раньше не было. Вот эти вот закрытые учреждения, шаг назад. Ну, вы же не почитали книжку. Ну, скажем так, я основываюсь на вашем рассказе только. К сожалению, я не смог, скорее всего, передать... Теперь, допустим, вот я представитель элиты с некоторой суммой и, ну, допустим, вот у меня свалилась какая-то сумма и стоит цель, вот как перед вами, да. И стал бы я собирать, строить что-то. Я бы, например, проще бы посмотрел по интернету, какие проекты молодые люди уже делают на энтузиазме, на своем, огромное количество людей. Вы посмотрите, сколько сайтов сделано, кто-нибудь ничего не платил, они сидят целыми днями. Сколько программистов программируют, это просто для своего удовольствия. И этих людей найти можно. Зачем их собирать вместе, я не понимаю. А при чем тут программисты? Не, ну просто сидят уже... Да любые люди, которые... То есть здесь... Нет, я бы это не... То есть вы хотите отобрать людей, способных творить. А люди, которые сидят дома... А они уже есть. Люди, которые сидят дома, могут вот распределенно создать новый автомобиль, например? Могут, если... То есть могут. Прохоров хотел создать, и что-нибудь случилось. Он нанял достаточно большое количество талантливых молодых людей. Где теперь этот проект Юмобили? Это отдельно. У вас есть примеры? А у вас есть примеры? Есть, вот в книге написано. Нет, ну это не примеры, извините. Это мое слово против ваше слово. Понимаете? То есть найти... Задача найти творческих людей, которые смогут творить. Это одна из частей задачи. Но среди этих творческих людей есть аутисты, и есть социально неадаптированные, и есть социально агрессивные. Зачем их собирать вместе? Агрессивные тоже работают вместе. Я же сказал, будут собираться вместе по достаточно жестким принципам от Бога. А зачем? Если можно работать с теми, не вступая в психологические проблемы. Всегда были структуры организации, куда собирали людей по определенным критериям. Самых набожных, самых талантливых, самых агрессивных в армию. Все социальные структуры собирают в себя людей по определенным критериям. Понимаете? Это всегда принцип отбора есть. Этот принцип отбора был нужен тогда, когда не было средств коммуникации, когда действительно, для того, чтобы услышать слово Аристотеля, Платона, нужно было их привезти, собрать, посадить. Сейчас я... То есть сейчас нет необходимости. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы бы тогда не общались сейчас с вами здесь. Может быть, коллеги какие-нибудь. Сейчас, сейчас, сейчас. Я просто, ну вот еще раз, так как я прочитал, у меня ближайшие аналоги, ну вот кроме 45-го интерната, да, там или Новосибирского, приходит это вот Хогвартс из Гарри Поттера, да, вот это вот заведение. Ценность вот такого собрания, как я видел, когда читал, это изолировать, ну, молодых, да, талантливых от, собственно, вот негативного поревления, да, от алкашни на улице, от каких-то вот этих... От вечеринок, от проведения браторов баллов. Да, это очевидный монастырь. Да, это монастырь, честно говоря, я понимаю, что вот я сам, да, даже вот когда я книжку писал, то есть я там, так сказать, все отрубил, отрубил, значит, там, чтобы не читать новости, сконцентрироваться, да, то есть чтобы не портили, там, понятно, там, всякие эти алкоголики, наркоманы, там, новости с Украины, там, вот эта безработка, то есть ребята, чтобы сконцентрировались на, ну, науке, да, условно, на каких-то разработках, свой мозг перестроили, то есть мое главное возражение, что когда они вернутся, для них это может быть шок, я помню сам просто вот когда я в университете, да, мы учились, вот на физфаке тут половина из присутствующих, я два года не вылезал, ну, в Петергоф, только в Петергоф, Петергоф, и потом я, вот у меня там математика в голове, там, вот эти интегралы, там, четвертого уровня, там, всякие формулы, там, квантовая механика, я приезжаю на Невский, это была, соответственно, перестройка, да, я вижу какие-то красные открытые машины, какие-то морды, вот такие, вот каких-то качков в машинах, которые на все бибикают, меня два года не было на Невском, я только вот занимался тем, что учился, и у меня какой-то, я просто понял, что что-то произошло, что я упустил, и к Денису, да, вот, когда я прощал, все замечательно, таких людей можно создать, но я опасаюсь, что когда они вернутся, вот из этой ситуации, для них будет ровно такой же шок, то есть они вернутся и будут смотреть, а что здесь происходит, либо замерите меня обратно на Марс, либо давайте застретимся. Я согласен, но они бывают идеальные. Либо они быстро декоративны. Здесь как вариант просто их поддержать в этой жизни, для того, чтобы они уже в реальной жизни создавали вокруг себя... Для этого надо очень мощная система, да, вот. Мне кажется, что... Если система могла создать этот интернат, то есть для чего она создавала? Вот, мне кажется, еще их интернаты... Я не так читал сейчас мое просто некое возражение, еще если такие интернаты создать можно, я понимаю, что это можно, да, изолировать, то в наших условиях мне создать, это вот мое, как выразили, реалистичную систему потом интеграции этих выращенных талантов в достаточной дискуссии. Зачем эти таланты выращивать и их интегрировать? Наоборот, их надо собирать в такие школы специально... И там закрывать полностью. Да, и там закрывать полностью. Ну, это тоже вариант. Чтобы они не составляли конкуренцию детям элиты. А, и все, и там их утилизировать, да. Уважаемые коллеги, вообще-то может существовать социальная среда, которая существенно ограничена от, так сказать, маргинальных средств. Вот мы даже сейчас находимся в доме, который, значит, дворовая площадка, которая чисто физически огорожена от остального менее... Дом, если двумя, то ограничено другого мира. Не важно. Ну, ограничено, значит. И точно так же может быть на рабочей среде. Человек живет в этом доме, он приезжает в хорошую корпорацию, он общается на рабочем месте с успешными, талантливыми людьми. Он выводит своего ребенка, значит, вот в такое закрытое место. Он ходит там... Я имею в виду, что иногда, то есть можно создать такие среды, что человек не столкнется практически с этой грубой и профанной, значит, реальностью. Возможно, возможно, это у нас, то есть я вот могу сейчас сказать... Сейчас я вот хочу сказать, был я, ну, уже два года, это прошло, вот на нашем физическом факультете. Ребята выступали, приглашали его французский, там не этот самый Ниссарбоне и коле политехниг во Франции. И вот они рассказывали, что студенты, выпускники физфака, что они, значит, как даже система отбора, то есть они подают на экзамен, приезжают сюда, французы берут на английском экзамен, значит, если все нормально, их туда при... И после того, как они попали туда, они забывают обо всех проблемах. То есть у них есть прикрепленная дама, которая делает за них страховку, передвижение, спортзал, аренду помещения для проживания. Все, они только ходят на лекции. По завершении, значит, обучения они сразу попадают в систему, как сказать, распределения, да, где им тоже предоставляют... То есть есть, условно, какие-то свободные там бизнесмены, которые, не знаю, там шавермой торгуют, а эти сразу попадают в канал высокотехнологических предприятий. Но для этого надо быть Францией. Служенную систему. Ну, у меня не то, чтобы в полном смысле вопрос. У меня сначала две реплики. Во-первых, мне крайне симпатично сама затея написать утопию. Это как-то очень правильно. А с другой стороны, у меня первая ассоциация, когда я только услышал про эти полисы, неополисы с этим отбором и прекрасным воспитанием, прекрасных детей. Слушайте, это в чистом виде государства Платона. Не происходит селекция детей, так сказать, и прям там вот так и есть. Есть стражи, есть те, которые стражи, есть те, которые пойдут философы, есть более просто работающие люди и так далее. Ну, это как бы просто отсылки. Ничто не новое. Да, ничто не новое. Да, я просто к этому сказал, чтобы потом в конце думал, думаю, к этому немножко вернулся. А другая более существенная у меня здесь ассоциация состоит в следующем. Понимаете, вот создание такого выделенного пространства, где происходит невероятно креативная работа, такие опыты были в нашей истории и назывались они шарашки. И, собственно говоря, насколько я понимаю, попытки потом математиков построить эту систему интернатов, несколько штук в Советском Союзе, это была попытка имплементировать шарашку, ну, так сказать, более гуманными способами. Но, видите ли, это как бы имеет смысл и, видимо, это работает в плане продвижения науки или какого-то технического направления. Действительно. Но у вас-то цель другая. У вас-то цель как бы продвинуть таким образом все общество. А здесь, на мой взгляд, неразрешимое противоречие, потому что либо вы изолируете этих прекрасных людей, а потом у вас проблемы, как их обратно вернуть. Либо, да, и это обсуждалось. И вот, кстати, Сергей очень правильно проводил хорошую эту аналогию с Хогвартсом. Как это не смешно. Помните, Дамблдор к чему принуждал Гарри Поттера? К тому, чтобы он каждое лето возвращался к тетке, к этим нормальным маглам. Это было исключительно важно. Ему было неприятно, больно, но Дамблдор настаивал, это было условие. Он понимал, что это необходимо для становления человека. Поэтому посаженного в инкубатор интеллектуала вы вырастите как интеллектуала, но вы его не вырастите как социум. И так далее, и последнее. Я готов ответить. Нет, 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 сейчас, ребят, я поставлю точку. А последнее, и последнее, да, тогда к чему это утопия? Потому что, ну, можно спорить о том, к чему написана утопия Платона, да, но можно ее воспринимать как некоторый такой регулятивный абсолют, что вот некоторый идеал, который надо иметь в виду, когда устраиваешь реальную жизнь. И в этом смысле вот какого места вашей утопии? Да, значит, по поводу шарашки я даже, по-моему, упоминаю там вскользь. Дело в том, что, да, в некоторых условиях мобилизационной экономики и внешних угроз система шарашки была достаточно эффективна для решения определенного класса задач. Но принципиальное различие с той системой, которую я предлагаю, это в фундаментальных мотивациях. В шарашке мотивация внешняя, мотивация в виде штыка, в виде того, что если ты нету тебя или твою семью, соответственно, ты обязан, если хочешь, значит, остаться жив или после того, как ты сделал свою работу, выйти с чистой совестью на свободу, ты обязан работать и будешь работать хорошо, эффективно, быстро, четко, да. Здесь же я исхожу из того, что как психолог я утверждаю, что мотивация познания мира в широком смысле слова, познания нового, ну, она, эта потребность называется по-разному у разных психологов, там, потребность в ориентации, поисковая активность, там, и так далее, является базовой, фундаментальной человеческой потребностью. Но она у большинства людей забита другими потребностями, другими, заботой о хлебе насущном, секс, значит, безопасность, там, и так далее. Поэтому одна из основных мыслей заключалась в том, чтобы создать такую среду, где искусственно сделано, что все вот эти вот ниже лежащие потребности удовлетворяются, и, соответственно, у человека высвобождается время и потенциальная энергия для занятий и удовлетворения вот этих вот высших эстетических и познавательных потребностей. Поэтому фундаментальное различие именно в базовой мотивации. Это раз. А второе, что же я хотел сказать, ну, может быть, Сергей хотел бы. Значит, я вот что хотел сказать. Сегодня как раз мне это пришло. Я, так как я все прочитал работы, я сначала думал, что у нас вот с Денисом совершенно диаметрально противоположная работа. Ну, сейчас, сейчас. То есть у меня изначально рассчитано на открытое общество и экспансию с внутренними ресурсами, а у него на закрытое и развитие за счет внутренних ресурсов. Но сегодня с утра я понял, что у нас на самом деле очень взаимодополняющие работы, потому что, вот я сейчас не стал тут рисовать, но у меня как бы для развития вот этих вот ВГС, которые там описаны, они позируются на неком ядре региональном. Для этого должны быть специалисты-интеграторы, которые интегрируют идею и привлекают недостающих специалистов. находясь внутри региона, да, состоит как бы кластер, который притягивает через сеть все необходимые дальше специалистов и организует производство. И вот наполнение вот этого ядра, которое у меня, в общем-то, как раз и провисает, оно наилучшим образом лежит вот в тех структурах, которые строит Денис. То есть если одновременно региональные структуры выстраивают в ВГС, ну, кто-то должен быть инициатором, да, ВГС, которая, ну, уже занимается оценкой проектов и интеграции специалистов и производств через сеть, и есть структура, которая готовит специалистов для наполнения этого ядра, то есть аналитиков, да, способных проект создать и воплотить, да, и добрать все недостающие извенья уже, ну, через весь мир, то тогда получается законченная работоспособная система. Да, можно? Так, еще такой маленький вопрос. Вот смотрите, на самом деле, когда мы решаем какую-то проблему, мы всегда исходим из того, что подбираем, по проблеме подбираем людей, да, то есть сама некая проблема выбирает людей, которые ее могут решить, а тут как бы обратно ситуация, мы как бы заранее готовим каких-то универсальных людей, которые якобы смогут решить любую проблему. Но на самом деле, это вот в этом тоже есть какая-то утопичность. Потому что всегда, на самом деле, проблему выбирают люди, а не люди выбирают проблему. Дело в том, что я обращаю внимание на цивилизационную функцию утопии. Утопия, как правило, не становилась основой для непосредственно проектов преобразования или трансформации общества. Она становилась источником, в некотором смысле, вдохновения. То есть, влияло на некие базовые интеллектуальные установки. Конечно, я это четко осознаю, точно такую систему, как я описал, создать невозможно. Это не проект в строгом смысле этого слова. Но это описание показывает некое пространство возможностей. Пространство возможностей, в которую в этом направлении можно двигаться. То есть, точно такое создать, скорее всего, невозможно. Но это показывает то, в какую сторону мы до этого не двигались. Наоборот, в эту сторону, может быть, вообще двигаться не надо. Может и не надо. Может и не надо. Дело в том, что подавляющее большинство утопий не было реализовано, как я уже сказал, ни напрямую, ни в качестве движущих идей. Но они показывали людям, что пространство гипотетически возможностей. То, что я описал, не противоречит фундаментальным законам. Не противоречит. То есть, гипотетически это возможно. Монастыри же это на самом деле реализация христианских идей, да? И в итоге мы получаем на самом деле... Иисус ничего не говорил, что создавайте монастыри, уходите от общества и так далее. Поэтому, по-моему, из Святого Писания как бы не вытекает. Дело не вытекает. Вы смотрите, подождите, можно я, Александр? Были творческие люди, которые посчитали, чтобы воплотить христианские люди, нужно создать какой-то анклав. Видите монастыри, отделиться от внешнего мира, который мешает со своими страстями, со своим влиянием дурным. Денег, ничего. Вот они анклавом отделились и решили внутри монастыря жить по-христиански. Но и монастырь тоже не ограничен... Но фактически превратится в колхоз же на самом деле. Сейчас это на самом деле просто колхоз. Монастыри, кстати, я это очень... В свое время был прогрессивный монастырь. Да, конечно. Но это же прошлое. Я напоминаю, что в Средневековье монастыри были самым эффективным... Да, вернемся туда? Нет, я не предлагаю создать монастырь, потому что моя система изначально включена в все другие, в широком смысле, производственные процессы, просто как механизм, как карцент. Ну, опять, ну вот как про Пастернака мы сейчас... Дело в том, что я не могу вот сейчас на словах описать как бы абсолютно все механизмы той модели, которая как бы у меня описана. Я считаю, что они описаны, она включена. Вот просто утверждаю это вот как базовый тезис. Хорошо. Включена. Есть один психологический еще вопрос к специалисту. Мы знаем, что при любом коллективе, в любом коллективе, как бы мы его не видели, есть лидеры и есть аутсайдеры в каждом коллективе. И обычно лидер еще выталкивается наверх и растет. Аутсайдеры, а остальные все оподавляются. И получается так, мы соберем лидеров или интеллектуалов. И, естественно, вместо того, чтобы получить 10 лидеров в разных местах, мы получим одного, а остальные попадаются. Это традиционное коллективное поведение. Дело в том, что само деление людей на лидеров и аутсайдеров, это радикальное упрощение вообще социальной структуры в принципе. Потому что любая классификация, которая делит людей на два класса, это редукция в предельной форме. Ладно, можно делить людей на мужчин и женщин. Хотите сказать, что в коллективе нет лидера? Нет, ну это проблемы и много. Потому что я говорю, что коллектив делится на гораздо большее количество страт, чем на лидеры. Куча функций внутри коллектива различные люди выполняют. Нет, Александр, что другое говорит. Вы же можете говорить, что если возникнут два лидера в одном коллективе, возникнет конфликт социальный. И согласно вашей стратегии, надо будет конфликтующих убрать. И так и так. Еще подобное. И есть специфические просмотки. И лидеры это не лидеры. Давайте вспомним, значит... Это давятся все-таки. Организационные Чедоровицкого игры. Там разные люди занимали разные позиции. Позиции. То есть по функционалу. То есть, соответственно, можно в специфических условиях коллективного потенцирования интеллектуальных творческих идей, например, занимать разные структуру. Это взрослые играя могут. Но дети этого не могут делать. И взрослые не могут. И взрослые в коллективе, естественно. Ну, разговор пошел по кругу. Понял? Да. Ну, проверкаем. Сейчас. Я, наверное, сейчас в этой части. Да. Тогда... Давай сейчас секундочку. Давай, давай. Конечно. Я хотел рассказать. У нас нету сейчас... Это мы продолжим просто это коротко. Третьего присутствующего. Александра Сераина. Вот он здесь. Его работа, значит, между нашими в середине, разговор на яхте. Александр, он специалист по проблемам Кавказа и по мусульманским проблемам на Кавказе, исламским. И по, собственно, радикальному исламу. И работа вот этому как раз и посвящена. То есть, это коллектив, собравшийся на яхте, который пытается найти баланс того, что является здоровым для общества, что нет, что мы можем допустить, что нет. И, то есть, такая остро-социальная, на самом деле. Если у нас технократические такие работы, то у него остро-социальная, остро-текущий момент. И принятие таких вот, какие решения мы должны принимать, ну, в общем-то, в условиях такого кризиса. Да, то есть, давление радикальной исламской идеологии. И что мы можем, как бы, допустить, а что нет. И, соответственно, люди высказывают разные позиции. То есть, это вот чем-то напоминает такие диалоги Платона, но вот по такой острой-социальной проблеме. Поэтому без него сложно рассказать. Он бы ответил на все, наверное, вопросы, которые есть. Поэтому я только рекомендую присутствующим, соответственно, прочитать в середине. А тем, кто, соответственно, не имеет бумажного варианта, вот еще раз вот здесь можно посмотреть и в электронном варианте прочитать.